Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели на 101FM. Программа «Слово о деле». Я ведущий Андрей Усенко. У меня сегодня в гостях директор филиала МТС Кировской области Алексей Пахомов. Алексей, добрый день. Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, слушатели, уважаемые. Продолжаем серию моих программ, которые я называю, условно говоря, посвященной «экспатам» в кавычках, тем управленцам, тем профессионалам и бизнесменам, которые приехали в наш регион некоторое время назад и работают здесь. Алексей, вы сколько уже в Кирове? Я, получается, в Кирове уже полтора года. Я приехал, получается, в мае 2019-го. Где до этого поносила карьерная стыдзя? Ой, слушайте, я уехал с родного города Братской Иркутской области. Вот меня когда спрашивают, откуда вы приехали, у меня всегда такой, знаете, ступор, откуда я приехал. Что имеется в виду? Где я последний раз был или где мой дом? Так вот, я уехал с домашнего региона, с города Братской Иркутской области, получается, в 2009 году. И вот за это время поработал в Казахстане, Смоленск, Нижний Новгород, Амурская область и вот сейчас Киров. Ну вот смотрите, как раз хотел, собственно говоря, задаю этот вопрос каждому из гостей. Вот бытует мнение о том, что вот эта трудовая миграция, которая не так развита в России и достаточно развита в других зарубежных странах, ну в ряде стран, да. В частности, это считается одним из очень таких конкурентных преимуществ Соединенных Штатов Америки, где люди легко перемещаются с места на место, меняют работу. Вот по вашим ощущениям, это то, что в России надо развивать или наш менталитет, наши привычки, они все-таки несколько такие оседлые? Знаете, Андрей, я думаю, что это специально, искусственно развивать не надо. Я думаю, что в Соединенных Штатах примерно похожая история, это же все про ваши цели и про тот карьерный рост, который вы себе запрограммировали. И когда вы просто понимаете, что вы в своем родном городке уперлись в потолок, то у вас есть выбор, да, либо дальше оставаться, развиваться в этом городе вот в масштабе этой плоскости и развиваться вширь, что называется. Либо искать себя где-то в других местах. Конечно, конечно. И просто у нас это же все было и в Советском Союзе, и управленцы точно так же перемещались, и военные. Более того, там было распределение трудовых сил, которые принудительно распределялись по территории страны. Да, абсолютно точно. А сейчас просто, собственно, если ты приходишь, работаешь в западной компании, либо в какой-то крупной трансроссийской, транснациональной компании, если ты хочешь дальше развиваться, конечно, ты постоянно перемещаешься, и это нормально. И у нас в компании работают, например, ребята очень талантливые, очень потенциальные, ну вот не хотят никуда переезжать, по каким-то своим личным причинам остаются, и, в общем-то, никто их не выгоняет с работы. Это личный выбор каждого, и как-то это искусственно развивать, и вы же человека не поднимете краном с места. Ну вот смотрите, Алексей, с одной стороны, личный выбор каждого, несомненно, но я там в большей степени, наверное, интересуюсь, что называется там бизнес или экономической составляющей. То есть вот для компаний, для корпоративных структур, это способ развития, на который они делают акцент, вот у вас внутри компании, то есть все-таки понимая ограниченность кадрового потенциала тех или иных территорий, это такая сознательная политика или это вынужденные решения? Ну, вы абсолютно правы. Для компаний, конечно, это один из способов передачи экспертизы командам региональным, то есть и это действительно развивает компанию, это развивает и территорию в том числе, потому что действительно появляется конкуренция на рынке труда, на рынке менеджмента, топ-менеджмента, и приезжают люди, они чему-то учатся на территории, чему-то учат, соответственно, да, там каким-то своим опытом. Самое главное, что вот, ну, я могу про себя сказать, да, та цель, которую я ставлю, допустим, перед собой в регионе, чтобы я уехал из региона, например, да, а там все без меня работало, то есть такую команду создать, чтобы она была автономной до прихода нового руководителя там какое-то время. И это как раз развивает, это во-первых, а во-вторых, я хочу всегда взять какого-то своего там заместителя, какого-то своего человека, который у меня находится в кадровом резерве местного, и тащить его, да, 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 вот, и все. То есть вот в этом цель, и очень часто как раз и бывает, что есть пул руководителей, которые не перемещаются, есть пул руководителей, которые перемещаются, и это действительно развивает. И, кстати, развивает в первую очередь и самого человека, потому что я вот могу сказать по себе, я вроде бы как, вроде уже состоявшийся человек, но тем не менее, ты когда ездишь по территориям, ты понимаешь, насколько разный менталитет, насколько разные мозги у людей, как они по-своему устроены, как построено вот... Есть региональные особенности. Конечно, еще как. Ну, поговорим о них еще обязательно. Традиционный вопрос, как вам Кировская область, я все равно, конечно же, задам. Но вот, не знаю, небольшой такой коварный, может быть, вопрос. Раскройте небольшие, может быть, секреты корпоративной кухни принятия таких решений. Вот как принимается решение там внутри компании о том, чтобы... Давайте поменяем этого директора сюда, отправим этого сюда. Из каких соображений, как предложение это делается? Ну, вот так, то, что можно рассказать, что называется. Ну, смотрите, то есть вот у нас в компании МТС это абсолютно прозрачная история. Она точно такая же, как в моей предыдущей компании, в которой я работал. Это западная компания, пиваренная компания НБФ. И тут все очень просто. Появляются вакансии, которые периодически возникают. И, соответственно, объявляется открытый конкурс. Он рассылается всем абсолютно в компании, людям, которые, ну, там, минус один, что называется, там, линейка, плюс существующие руководители. И любой человек может принять участие в центре оценки. И, соответственно, дальше уже руководитель. То есть, пройдя этот фильтр, тот руководитель твой, он, соответственно, выбирает на основании центра оценки. И, соответственно, понятно, там, собственной личной химии, потому что без нее, там, понятно, тоже никак. Понятно. Вот и все. Вертикальных структурах, конечно. Никакого секрета нет, это абсолютно открытая история. То есть, может каждый поучаствовать? Конечно, у нас эти вакансии висят на HeadHunter. То есть, и не факт, что еще ты... Изнутри компании пойдешь. Будучи там, да, большим красавчиком, сможешь прийти, потому что, возможно, придет твой коллега с другой компанией и тебя обгонит. Ну, вообще легко перемещается. Я понимаю, что это в значительной степени от самого человека зависит, как, как вы говорите, кто-то готов сняться с места, кто-то не готов. Ну, вот такой там бытовой процесс, что называется, вообще легко перемещается по стране, там, раз в два-три года? Слушайте, я уже привык, честно вам скажу. Поэтому у меня, наверное, будет какое-то искаженное по этому поводу мнение. Мне легко. Вещи до конца распаковываете, когда приехали? Ой, слушайте, с вещами это вообще отдельная история. Я когда приехал в Казахстан, у меня, я когда приехал в Казахстан, у меня был один большой чемоданчик, там, килограмм, наверное, на 30, и все. Вот. Приехал я один, семья у меня осталась в Братске, там, на какое-то время. А вот, когда я уже выезжал из Казахстана, у меня уже был контейнер, значит, я уже там заработался на какую-то машинку, значит, вещи в машинку, машинка в контейнер, такая матрешка, знаете, и он поехал в Смоленск. А самое интересное, мой последний переезд, когда я уже переезжал из Амурской области, то есть, понимаете, вы обрастаете, обрастаете каким-то хламом. Это уже, конечно, такая достаточно напряженная история в плане переезда в кучу коробок, транспортная компания, там, какие-то вещи потерялись. Ну, есть определенные проблемы, но я спокойно абсолютно на них смотрю, у меня больше жена этим занимается, честно говоря, да, поэтому. Ну, давайте вот тот обещанный вопрос про Киров. Когда появилась вакансия руководителя филиала в Кирове, какие первые мысли? Можете вспомнить, что это? Слушайте, ну, первые мысли у меня какие, что, во-первых... А до этого Амурская область, да? Да, то есть, во-первых, я был знаком с регионом Киров, потому что до Амурской области я работал в Нижнем Новгороде, возглавлял как раз всю розницу МТС по Поволжью, это все, вот, собственно, наши города Казань, Самара, Саратов и Киров тоже, соответственно, там, поэтому я с Кировым был знаком. Более того, я был знаком с... хорошо знал директора Максима Исаева, который работал до меня. И, в общем-то, я понимал, ну, во-первых, на что город способен, я понимал, на что способна компания в городе, и я понимал там плюс-минус, как дальше развиваться. Поэтому решение было, в общем, очевидно, я отозвался сразу, и, в общем-то, благодаря, ну, наверное, своим результатам в Амурской области оказался в Кирове. Вот. Совпали ожидания или представления? Ну, на 80% да, потому что, естественно, ты никогда не можешь учесть какие-то нюансы, связанные с особенностями как раз людей, с кем тебе придется работать. Ты до конца не знаешь команду, поэтому на 80% да. Ну, я, по крайней мере, получил то, что хотел, жена у меня счастлива, просто она у меня белорусская, и поэтому она счастлива, что теперь ей не 6 часов плюс час лететь, да, а что ей там полтора часа плюс полтора часа до дома, поэтому, конечно, это... Ну, давайте, завершая там тему, собственно говоря, переездов, будем переходить к разговору отдельно. Ну, последний вопрос. Вообще комфортно, как бы, вот, в Кирове, в этой регионе, там, слушайте, абсолютно. Чего не хватает? Вот так вот, по внутреннему ощущению. Чего не хватает? Солнца, наверное, не хватает мне тут, потому что в Амурской области там из 365 дней, там, 280, это солнечные дни привыкли, хотя такой резкоконтинентальный климат. Но здесь это компенсируется снегом, которого я давно не видел уже и после Сибири. Я, на самом деле, вот, как раз радуюсь тому, что тут есть снег. Ну, витамин D приходится получать искусственно, что называется, вместо солнца. Слушайте, у меня в организме без витамина D может обходиться. Хорошо, ну, теперь что ж, теперь то самое слово о деле. Сфера, которой вы занимаетесь в последние, наверное, десятилетия, одна из наиболее прорывных с точки зрения и технологий, и капитализации, и привлеченного внимания. Что сейчас происходит в телекоммуникациях? Слушайте, ну, во-первых, в телекоммуникациях, я думаю, что все уже поняли, что недостаточно просто давать людям возможность звонить друг другу и предоставлять даже мобильный интернет уже недостаточно. То есть, и нам нужно создавать вокруг своих абонентов, своей экосистемы, нам нужно создавать тот самый добавленный продукт, основанный на нашей основной функции. Да, передачи данных и, собственно, телефонии. Потому что иначе мы просто превратимся, как это, знаете, в таксистов. Вот мы просто будем возить трафик по своим сетям, а контент делать будет кто-то другой. То есть, вы будете возить от точки к точке? А мы будем возить этот трафик, и это будет не очень дорого стоить. Вот. Поэтому я думаю, что абсолютно все компании на телеком-рынке у нас это поняли, осознали. И я могу сказать, что сейчас очень активно развиваются как раз продукты, связанные с экосистемой вокруг абонента. Да, это касается и конвергента с фиксированным интернетом, это касается облачных решений для B2B. Вот сейчас вы видите, да, что у нас народ уходит на удаленку, и там просто локальная сеть уже становится бесполезной. Поэтому нужно создавать именно облачные решения. Это касается интернета вещей. И мира, он как раз уходит в онлайн, и мы должны быть не просто проводниками, а мы должны, собственно, продавать этот продукт, создавать его и продавать, и быть, ну, скажем так, вот, компанией, которая это делает, вот, полный цикл законченный этого продукта. То есть, начиная от трафика прогонки и заканчивая клиентом, который воспользовался, например, там, клаудом. У себя дома работая. Вот смотрите, в каждой отрасли есть какие-то ожидания. Да, то есть, вот такие внутри ощущения того, что там что-то ожидается, что-то должно произойти. Где-то это происходит быстрее, где-то медленнее, там, в более таких консервативных или классических отраслях. Какие ожидания сейчас в отрасли телекоммуникации? Вот есть какое-то ощущение того, что там ждем, что должно произойти что-то? Есть что-то такое внутреннее? Ну, я там... Я сейчас не готов сказать за все телекоммуникации Нет, 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 за себя Мы разговариваем с вами за себя Извините, да, я готов сказать только за свои ожидания То есть, как я вот говорю уже Особенно после того, что у нас происходило в 2020 году То есть мы понимаем, что мир уже точно не будет прежним И то, что раньше казалось какой-то футурологией Уже абсолютная правда Мы затариваем холодильник на онлайн-платформе На онлайн-платформах уже, да Нам привозит это все Курьер И в общем-то мы смотрим уже больше YouTube Мы смотрим какие-то такие уже цифровые сервисы Чем телевидение, да То есть я все-таки верю в то, что будут действительно отходить на второй план Ну такие вещи, как, например, бумажные газеты Как бы это печально не звучало Как бы приятно не было их держать в руках Да, 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 но тем не менее Вот то молодое поколение, которое растет И которое еще будет расти Это абсолютно онлайн-поколение Мне страшно представить, что будет что-то типа а-ля матрица Я уж надеюсь, что мы сами будем управлять этой матрицей Сами люди, а не кто-то извне Вот, поэтому Это такое, знаете, из области футурологии Мы уже скорее будем говорить про чипирование, например, людей Я имею в виду чипирование Вот все боятся чипирования, да Говорят, вот нас чипируют Слушайте, ну это неплохо Что я каждый раз читаю статистику пропавших людей Там, да, как бы потерявшихся Или там с кем-то что-то произошло Мне кажется, там совершенно ничего страшного в чипировании Нет, наоборот, одни плюсы Я так, я же даже не это чипирование имею в виду Я имею в виду, что вот, например Вы хотите освоить английский язык, да Вы себе можете Вставить флешку Вставить чип И, соответственно, у вас гораздо быстрее пойдет уровень изучения языка Потому что у вас активизируется нужная зона Алексей, вот здесь От всех наших слушателей спрошу Вы что-то знаете? А дело в том, что сейчас идут разработки по чипированию головного мозга Они сейчас, понятно, на уровне разработок Но я просто привожу пример Что это одна из разработок, которая точно изменит нашу жизнь Ну, вот нас не смущает, например Да, особенно студентов, инъязов Что уже сейчас компания Google, Apple Работают над онлайн-переводчиками Которые фактически будут заниматься Как это называется? Синхронным переводом То есть у нас самые дорогие переводчики Это синхронные переводчики Синхронисты, да Так вот, они скоро будут не нужны Это же страшно Это же целое поколение людей Которые люди образовали Там образование получали Они останутся не у дел Ну, это же вот история, связанная вообще с изменением Рынка профессии, рынка труда Громкие достаточно заявления Относительно автоматического управления Там, там, транспортом, да О том, что профессия водителя там сойдет на нет Понятно, что весь этот ландшафт трудовой изменится Но я хотел бы немножко более практичный, наверное, вопрос задать Вот смотрите, там, компания вашей отрасли Понятно, что находится на передовой, собственно говоря, этих изменений По сути дела я реализую их Для всех остальных Вот вы уже там как-то готовитесь, рассматриваете вариант Не все вернутся с удаленки Там или вот что-то такое Ряд компаний уже сделали подобное заявление То есть прочувствовали вот эту технологичность Есть такие планы или пока еще вот это так? Ну, вы знаете, я не могу говорить, конечно, за За официальную позицию Нашей компанией, да И за менеджмент, который управляет всей компанией из Москвы Я могу абсолютно точно сказать, что есть персонал, который нельзя увести на удаленку Пока мы не достигнем технологии развития Когда появится, помните, как в фильме «Аватар» Когда у меня монтажник будет сидеть дома И управлять «Аватаром», который будет монтировать вам домашний интернет Да, или ползать по вышкам Да, то есть пока все равно живые люди, которые работают руками Так называемые «синие воротнички» Мне кажется, они там могут быть спокойны ближайшие 30-40 лет Потому что высокая квалификация и техническая, она всегда будет востребована И, ну, как бы точно мы без нее сейчас не справимся Поэтому увести на удаленку аварийные бригады Которые ремонтируют базовую станцию в случае чего Ну, как бы это такая история А белые воротнички? Вот, то, что касается, допустим, юристов, бухгалтерии То, что касается, скажем так, не фронта Есть вот у нас фронт-офисные сотрудники, которые непосредственно работают с клиентом Да, то есть как бы это тоже 50 на 50, 50-50 Какие-то вопросы можно решать по удаленке И опыт, кстати, этого года показал, что это возможно Но я все-таки, знаете, как человек, как продажник в прошлом Я все-таки верю в живой контакт с клиентом Я верю вот в ту самую эмпатию, которую мы чувствуем, когда смотрим друг другу в глаза И это нельзя почувствовать по телефону Ничем не заменишь Ничем пока не заменишь Вот, и таких людей, конечно, будет сложно выводить на удаленку Все, что касается саппорта, это абсолютно нормальная история И вы знаете, люди не теряют в эффективности Они у меня потом, вот я вот, мы с вами разговаривали перед интервью Эти люди у меня не хотели сначала уходить, просились обратно Потому что, да, и дома ребенок, вот это все ужас какой Сейчас я их не могу обратно загнать в офисы, потому что они не хотят, им понравилось Приспособились, адаптировались Конечно, они могут заниматься своими делами, и они 100% справляются со своей работой И эффективность не теряется Абсолютно Поэтому я уверен, что процентов 30-40 наша компания спокойно может оставить на удаленке Но, опять же, вот я говорю, что сейчас у нас есть это в полномочиях в регионах И, в общем, мы так делаем Сколько это продлится, я не знаю Но я думаю, что какая-то часть останется на удаленке Ну, есть же уже ряд заявлений достаточно известных федеральных компаний Которые говорят о том, что, собственно говоря, решения приняты И поэтому, мне кажется, что с точки зрения предпринимателей Если мы говорим о развитии ситуации Надо уже сейчас, собственно говоря, просматривать подобное развитие событий Адаптировать с точки зрения повышения эффективности своей деятельности Это одно из, наверное, таких основных направлений, по которым можно идти Мы понимаем все преимущества с точки зрения снижения расходов и всего остального Да Смотрите, не можем обойти тему 5G Так, давай, затронем Тема постоянно присутствующая уже в информпространстве Но у нас есть немного времени перед рекламой Поэтому мы начнем сначала Что такое 5G и что оно даст А подробнее про него поговорим после рекламы Что такое 5G? Что принесет оно в нашу жизнь? Нет, нет, это мы сейчас говорим А, это мы сейчас обсуждаем Да, да, да Вы сейчас отвечаете, а потом уходим на рекламу Слушайте, ну это очередной стандарт Давайте я просто не буду вдаваться в технические подробности Чтобы наших слушателей не загружать там птичьим языком нашим Это очередной стандарт, который позволит вам, нам передавать ваши данные с большими скоростями на уровне, там, нескольких гигабит То есть фактически это мега-высокоскоростной интернет Давайте так То есть никаких То есть это Сейчас очень много разговоров идет, что это опасно Что это вот электромагнитное излучение Слушайте, мы в них живем и так Иметь дома микроволновку и, собственно говоря В этом спектре мы живем В этом спектре, собственно, работают и авиация, и военные И, в общем-то, весь вопрос сейчас в том, про перспективы Как этот спектр будет расчищен Вот смотрите, это мы чуть позже поговорим Вот что принесет Смотрите, появилась сотовая связь сначала, потом появилась, условно говоря, там Ну, то есть мы просто звонили Потом появились смс Потом появились ммс Потом появилась видеосвязь То есть каждое поколение что-то привносило в нашу жизнь Сейчас мы совершенно спокойно смотрим видео по телефону Скачав его или даже в онлайн 5G что принесет? Ну, оно принесет нам возможность прокачивать Огромное, колоссальное количество трафика Потому что, вы видите, как растет контент Тот же самый YouTube, да? То есть если раньше все смотрели в HD и все было хорошо Сейчас, в общем-то, мы хотим уже YouTube смотреть 4K У всех есть телевизоры 4K И просто сейчас контент растет Вот как-то сказать Экспоненциально По экспоненте, да То есть мы каждый, вот каждый из нас с вами Генерирует по 500 мегабайт трафика в день Просто вот без телефонов Даже не прикасаясь Конечно, просто потому что вы где-то проходите мимо камеры и так далее И поэтому это нужно в первую очередь для устройств 5G Которые, в общем-то, уже начинают появляться Вот эта история про то, что наши холодильники, утюги и чайники будут между собой общаться Это вот на самом деле? Ну, смотрите, там не очень много, в общем-то, трафика нужно Чтобы утюгам и чайникам между собой общаться Это все-таки больше вопрос именно тяжести контента Ну, вот в моем понимании Это точно так же, когда возникал 4G Все тоже спрашивали, а зачем он нужен? А сейчас мы понимаем, что мы не можем, например, стримить в Twitch, например Сейчас, оказавшись без LTE, уже не знаешь, что делать Конечно, вот у нас, допустим, сейчас домашние сети Мы модернизировали свою сеть до гигабита И мы думали, что будет мало клиентов Клиентов уже достаточно, потому что появляются люди, которые потребляют такой трафик Ну, давайте мы вернемся к этой теме после небольшой рекламы Программа «Слово о деле» Не отключайтесь, мы скоро снова будем с вами Возвращаемся в эфир программы «Слово о деле» Веду я, Андрей Усенко У меня в гостях сегодня Алексей Пахомов Директор филиала МТС в Кире Мы перед рекламной паузой погружались в тему 5G Но не будем далеко в нее ходить У меня здесь два вопроса, связанных с этим Первый, те, кто как бы в теме, что называется, в курсе определенных вопросов Связанных с распространением технологии 5G в России Есть конфликты по частотам Которые государство пока не предоставляет, дает другие варианты И при этом еще после истории с Huawei и Америкой Поставлена задача в том числе разработки отечественного оборудования И попытки построить сеть на ней Верите в это? Ну, во-первых, конфликта как такового нет Есть просто частот, на которых работают сейчас те же военные Наиболее удобные для 5G частот, но они заняты Да, абсолютно Поэтому сейчас мы получили лицензию в миллиметровом диапазоне Он больше предназначен, конечно, для таких, для зон тестовых Или не тестовых, например, технопарки Вот какая-то такая история, где есть действительно большое скопление людей Концентрированное И где мы можем такой трафик переваривать без проблем Вот сейчас такие тестовые зоны создаются Например, во Владивосток, например, ДВФУ Университет, где проходит дальневосточный форум Да, абсолютно Вот, поэтому все зависит сейчас от этого Если говорить про... Оборудование Как, когда это будет, не знаю Это все-таки такая история про переговоры Если говорить про оборудование, оно уже есть Я, в общем-то, сейчас скажу 3 года назад Есть опыт использования российского оборудования? Российского? Я не знаю, пока не слышал про это Я могу только сказать про то, что я сам знаю, держал в руках На конференциях Huawei я вот уже прям держал эту прям базовую станцию Она такая небольшая, как бревнышко Очень удобная То есть там две дырочки под питание и, собственно, под транспорт Все, понимаете? То есть вы можете там ее прибить, не знаю, к углу дома И вот, собственно, она уже... Раздавать И раздавать, да Ну, понятно, что процесс сложнее, но... В российское оборудование, верите? Недавно я читал просто материалы по поводу того, что поставлена такая задача Более того, достаточно серьезные деньги на государственном уровне выделяются С точки зрения технологической безопасности Потому что, посмотрев на то, что штаты сделали там с Huawei, да Там и со своими вассалами, запретив, ну, я так называю, запретив пользоваться Да, там мы понимаем, что такое может случиться и с нами Только уже в обратной, как бы, ситуации Ну, теоретически Может, может случиться Поэтому я не владею там информацией, насколько далеко наши разработчики продвинулись в оборудовании 5G Могу сказать, что у нас сети и наши, и коллег-конкурентов Они построены на либо европейском, либо китайском оборудовании То есть, соответственно, мы, допустим, на Дальнем Востоке используем Huawei Здесь мы используем и Nokia Siemens, и Motorola Там у нас была такая история Ну, в общем, если говорить про какое-то телекоммуникационное оборудование Типа, возможно, RRL, да В общем, россияне умеют это делать Поэтому я не могу вам сказать, когда, значит, наши разработчики-производители сделают 5G Я верю, нет, слушайте Да, мой вопрос еще так Верите? Ну, я верю, да, что это возможно, вопрос времени Вопрос времени и... Ну, почему нет? Хорошо, ну и тогда, завершая тему 5G Все равно всем интересно узнать, когда ждать-то хотя бы ориентировочно Слушайте, ну, вы про Киров или... Конечно Ну, смотрите, я думаю, что в Кирове 5G сети навряд ли появятся в ближайшие годы, возможно, два Вот, потому что, ну, давайте будем отталкиваться от бизнес-необходимости все-таки То есть, вот сейчас только вот, если вы смотрели презентацию Apple, вот они там, что-то там, сколько там, 600 раз там у них прозвучало в презентации 5G Вот новый iPhone, который будет 150 тысяч рублей стоить, да, там, ну, от 100 до 150, значит, тот он будет поддерживать 5G Ну, то есть, оборудование такого здесь, ну, будут единицы, сотни, я не знаю, тысячи Очень мало Поэтому пока не появится какая-то критическая масса 5G-устройств Ну, это касается не только телефонов, но и каких-то умных устройств Разворачивать 5G есть только в том случае, если, например, мы войдем в какой-то проект, связанный, например, там, с технопарком, например Или с какими-то вузами, которые захотят создать, например, собственную частную 5G-сеть Ну, вот, то есть, в таком формате А с 4G как было? Вот, критическая масса устройств появилась? Или, ну, вот в части вашей компании, если помните, все-таки ждали, пока масса устройств потребителей появится? Или на опережение разворачивается? Ну, конечно, это всегда разворачивается на опережение, естественно Поэтому, ну, вот я поэтому и говорю, что год-два, то есть, я не думаю, что это появится в Кирове, но дальше уже это... Дальше предсказать сложно Да, это уже предсказать сложно, да Тут, видите, все зависит от того, как мы расчистим спектр Частоты Да, потому что без частот, ну... Без частот ничего не появится Ничего не появится, да Возвращаемся немного к теме, там, связанной уже с вашими личными ощущениями, с вашими персональными какими-то эмоциями Вот про Киров спросил Комфортно, комфортно, на 80% совпало Но есть ведь еще, что называется, особенности, там, ведения бизнеса, особенности делового оборота Я думаю, что так же, как и люди отличаются, там, да, от региона к региону, отличаются, соответственно, это Вот с чем столкнулись в Кирове с точки зрения, ну, вот, бизнес-процессов, да, или, там, взаимодействия с компаниями, с предпринимателями, что бросилось в глаза, что появилось чуть позже в качестве ощущения? Вот какие-то свои эмоции личные Но, знаете, что сразу бросилось, действительно, в глаза, то, что кировчане гораздо более открытые люди, чем они сами про себя думают Серьезно? Абсолютно точно, потому что, когда приезжаешь, я сейчас, там, и говорю, и про Дальний Восток, и говорю, и про Смоленск, то есть, все равно уходит какое-то время на знакомство, на адаптацию Потому что города достаточно закрытые, достаточно, так, знаете, там, бизнес-элиты такие, все друг друга знают В Кирове то же самое, но, тем не менее, люди гораздо активнее идут на контакт Мне не составило, там, большого труда, ну, познакомиться с людьми, которые влияют на принятие решений в Кирове И люди достаточно открытые Понятно, что всегда есть, там, что-то связанное и с положительными моментами, и с отрицательными моментами Но, в целом, мне, вот, очень комфортно Причем Киров, ну, я не знаю, мне кажется, один из самых безопасных городов, в которых я жил То есть, я не переживаю, что у меня жена погуляет с ребенком вечером поздно Вот У меня в этой студии, знаете, перебью, был замечательный гость, итальянец, который здесь развернул в Кирове А, да, производство сыра И когда он встречался с нашими журналистами, говорил им, слушайте, я так спокойно себя здесь чувствую Мне так здесь безопасно, все очень удивлялись А потом он объяснял, ну, Европа, цивилизованная Европа, да Ну, вот это было, там, нет, пару лет назад, как раз период наплыва мигрантов Он сказал, у меня за последние три месяца дважды машину ограбили во Флоренции Да, я в Киров приезжаю, хожу ночью по ночным клубам и чувствую себя совершенно спокойно Да, и еще один момент, знаете, Андрей, который мне бросился сразу в глаза Это то, что кировчане критично относятся к собственному городу Ну, то есть, есть люди, которые прям активно Критично с точки зрения конструктивы или критично Я часто сталкиваюсь с тем, что слишком самокритично относятся Самокритично, я бы сказал, да, вот хорошее слово, такое правильное Самокритично, потому что люди не бывали в других регионах И они не понимали, там, ну, не хочется переходить на сленг Они говорят, вот у нас тут, значит, плохо, да Я говорю, ребят, вы просто не понимаете, что такое плохо Да, и вам почему-то априори кажется, что везде в других местах хорошо Вот у нас, там, не знаю, плохая инфраструктура для детей Я говорю, вы не представляете, что такое плохая инфраструктура У нас тут негде сходить поесть Я говорю, слушайте, вот в Кирове точно есть, куда сходить поесть И зачастую даже более качественнее, чем в Москве При этом за абсолютно разумные деньги Поэтому Киров в этом плане абсолютно комфортный город И, возможно, я предполагаю, что именно критичность кировчан Она и челленджит, собственно, то, что в городе происходит Понимаете, да? То есть, когда постоянная какая-то критика Гипотеза о мотивации, да, такая Ну, вот, я думаю, поэтому, да Ну, в том, что касается общек, это абсолютно с вами соглашусь Потому что, ну, достаточно часто приезжают гости, там, из той же Москвы И совершенно спокойно ведешь их, там, в разные, там, достаточно места нашего города Будучи уверен, и они, причем, с большим удивлением тоже И с большим таким восхищением к этому относятся Поэтому я, на самом деле, ведь тоже, там, не кировчанин Я приехал сюда, конечно, давно, там, в 94-м году Но меня тоже это всегда удивляет Почему мы не ценим то, что, собственно говоря, там есть здесь, да Я всегда объясняю, ребят Поездите по стране, и вы поймете, что, в общем, Киров Совершенно хорошее место для того, чтобы жить Ну, вот, учитывая такой подход Вернее, такое отношение к городу Но при этом то, с чего мы начинали С экспатов, с перемещений Полтора года уже здесь Да До этого, как говорили, там, 2-3 года в среднем Ну, да Есть какие-то внутренние желания, связанные с тем, чтобы что-то попробовать, например Ну, не знаю, там, Дальний Восток был, там, Казахстан был, там, не знаю Территория Крайнего Севера, может быть Вот внутренние какие-то С точки зрения того самого развития Саморазвития, о котором вы говорили Слушайте, ну, я не знаю Мне кажется, у нас у всех есть какая-то там внутренняя мечта Домик у моря Ну, это на пенсии, это на пенсии, Алексей Да, чтобы ты вышел из этого домика, и, значит, море тебе гладило там ступни Это все понятно Вы знаете, я никогда не загадывал на тему того, куда я поеду дальше Потому что это абсолютно невозможно предугадать Единственное, конечно, есть какие-то у меня предпочтения Есть какой-то там стоп-фактор Я, например, никогда не думал, что я поеду на Дальний Восток работать Но, тем не менее, вот жизнь мне показала, и я там оказался Поэтому предугадывать дело неблагодарное Я здесь, скорее всего, следую за тем предложением, которое поступает Вот я как раз хотел спросить, вакансии мониторить? Да, конечно, ну, вы знаете, я их начинаю мониторить, наверное, после двух-трех лет пребывания в позиции И самое главное, я всегда отталкивался от результата Потому что если результата нет, то претендовать на какой-то там рост или на какое-то перемещение Там более комфортное или какое-то более интересное для тебя Оно, ну, практически невозможно Потому что гораздо проще, когда у тебя в резюме действительно есть победа, достижения И есть ощутимый результат Поэтому я от этого отталкиваюсь А в телекоммуникациях все-таки, вы знаете, нельзя Я вот когда в продажах работал в инбе в компании Там можно очень быстро дать результат, очень быстро И обделаться Одной сделкой, да, там Да, и можно точно так же все испортить В телекоммуникациях все-таки это более такая инертная отрасль Для того, чтобы действительно там показать тренд на рост Это должно пройти действительно там 2-3 года минимум Чтобы действительно ты мог сказать, что да, вот это твое Ну что ж, мы, к сожалению, вынуждены завершать Вот вы вначале сказали о том, что, наверное, там такое вот перемещение дает больше самому человеку Да, а я все-таки, наверное, там предложу считать, что и территория она дает очень много Сложно здесь сравнивать Потому что человек, который приезжает там с внешними там компетенциями С внешним опытом Привносит это на территорию Более того, делится этим здесь И даже если он уедет, это остается Да, да Поэтому, собственно говоря, там экспаты это хорошо А в случае с Кировской областью и городом Кировом Действительно, я считаю, что очень многое для региона сделали только те, кто сюда приезжает Поэтому, собственно говоря, серия программ посвящена Алексей, спасибо, что пришли Спасибо, Андрей Спасибо за приглашение Была приятная беседа Это была программа «Слово о деле» Мы завершаем И до следующих встреч Слово о деле Авторский проект Андрея Усенко На 101FM